Ну что же, здравствуй, Пашенди! Здравствуй, Димыч Андреевич! С вами снова я, Кирилл, и мы начинаем прохождение третьего сезона игры The Evil Within. Ну что же, мы закончили, завершили успешно второй сезон и начинаем новый сезон, новую главу в глубинах, то есть пятая глава в глубинах, начинаем мы её, в общем. Это уже третий сезон, первая серия. Ну что же, мы попали в помещение, мы потеряли доктора Мартина, мы потеряли Лезли, и вот теперь мы благополучно их ищем. И направляемся, собственно говоря, дальше. Мы тут прибыли в сохранение, давненько я не проходил The Evil Within, сегодня вновь решил записать в разрешении 1280 на 720, так как я поставил 30 фпс бандиками и включил два ядра. Как ты видишь, она так, да, более немножко подлагивает, но тем не менее, играть ещё нормально. Играть можно. Это пока 15 фпс. Ну что же, что у нас здесь? У нас здесь появляются какие-то мерцания, то есть какие-то такие пылинки странные, да, в одном помещении, ну и вообще, собственно, да. Ну мы проходим дальше. Вот эпизод номер 5, называется В глубинах. Так, смотрим, что у нас тут есть. Значит, у нас есть пистолета, патроны. Так, у нас есть один шприц, у нас есть, у нас нету арбалета, патронов, и у нас есть патроны от дробовика. В принципе, неплохо. И 1400 мозговой жидкости. Ну что же, вот мы пришли в какой-то странный коридор, давайте мы его сейчас осмотрим, да. И поднём в первую дверь. Так, тут нужно включить фонарик. Тут у нас какой-то чел. Что ж, давай. Возьмём патроны. Так. И слышим какие-то посторонние звуки. В общем, сейчас, не буду говорить, что сейчас будет, в принципе, я и сам подзабыл немного, но... Так, что это было? Что это было? Пошёл какой-то зомби, и тут же исчез. Да. Наверное, это те самые исчезающие виды зомби, да, мальчик? Это что, чихает Себастин? Нет, это не Себастин. В странах тоже это. Ну ладно, не будем разногольствовать. Кстати, мальчик, я тут, в общем, решил, скачал себе секундомер. Вот он, кстати. Если ты его сейчас видишь. И решил засечь время, чтобы не записывать больше 30 минут. Как ты меня и просишь. Так, в общем, тут у нас ничего нету. Мы отсюда уходим. Теперь идём в эту комнату. И тут у нас появляется зомби. Что? Что? Что это было? Что это было? Я боюсь. Мамочки. Ладно, у нас тут две жидкости. Мы их просто берём. И уходим отсюда. Кажется, как можно быстрее. Так. Ха. Мне это немножко напоминает чем-то Resident Evil Gun Survivor. Там, где Винсент тоже исследовал больницу. И тоже там исследовал такой длинный коридор. И по бокам были такие же двери, да. Он каждую так вот исследовал комнату, проверял. Вот мне этот момент сейчас сильно, как говорится, напомнил Resident Evil Gun Survivor этим своим моментом. Так, тут у нас вообще закрыто. Какая-то тележка. Кто-то двигается, не перепрыгивает. Войдём сюда. Ты чё? Поймал, гад. Так, он исчез, мы сразу же... Ты косой. Давай, нападай. Косой ты. Он так быстро передвигается вообще, да, гад? Сука, он исчезает, тварь. Ну ладно. Сейчас мы его убьём. Ничего. Да нет, что-то. Вот гада. Сейчас подождём. Так, всё, теперь бежим в эту комнату. Что у нас тут? Ни хрена ничего не видно, как всегда. Так, ну что? Какие-то матрасы. Да, странно это всё, конечно, выглядит. Хм, мусорное ведро. Интересно. Хм, большая баночка с мозговой жидкостью. Видно, что я должен уйти. Я должен уйти. Ладно, идём следовать дальше. Тут мы видим сейчас какую-то пропасть. Не знаю, от кто она тут взялась. Ой. Да. Так, что-то мне уже начинает уже страшно. Крысы, крысы. Ну что-то не перезаряжаешь-то. Так, ну да ладно. Блин, куда нам нужно сейчас идти? Что-то я не помню. Так, в общем, снизил я немножко разрешение, потому что что-то у меня как-то просело всё. Что-то у меня тут всё просело, поэтому я снизил разрешение. Так что, в общем, такие вот дела. Ну что же, мы продолжим, собственно говоря, продолжаем. Мы попали в какую-то проб, и, собственно говоря, идём дальше. Тут мы видим какие-то игрушки. Никогда не любил в хоррорах игрушки. Вот они всегда оживали. А-ха-ха. Так, ладно. Так, ладно, идём, идём дальше. Будем расслабляться, да? Так, контрольная точка. Контрольная точка. Что бы это могло значить, а? Что бы это могло значить? Это, конечно, всё очень хорошо. Это пробел. Хм, закреплен. Ха. Нужна карточка-ключ. Прямо как в Дина Кризис-2. Хм, похоже. Так. Опять. Вот он, невидимый этот... Крюгер хренов. Иди сюда. Стип, я на тебя кончу, будешь сразу видим. Будут отвахиваться. А, вот он, вон он. Он быстро просто передвигается. Начинает, видишь, он влево быстро. Сучонок. Ну, давай, иди сюда. Что-то стоишь. Ты зассал, да? Что, сышь? Сышка везется ко мне близко, да? Зассал, блин. Сыкун хренов. Ну, иди сюда. Да. Да. Ты охренел исчезать? Секунд, дрыщ тупой, блин. Исчезаешь, блин. Не можешь по-человечески драться, блин. Вечно тебе исчезать надо, блин. Пошел в жопу, дебил. Так, ладно, все, не будем очень... Ха. Тут так бесит, как тут двигаются эти тележки. Вообще, какие дегенерации какие-то. Так, откроем дверь. Тут у нас патроны. Так, сейчас мы еще возьмем вот эти патрончики от пистолета. И перезарядим его. Текс, ну что у нас тут есть? Пока что мы не нашли карточку-ключ. Хотя... А, да, вот проход. Сейчас идем. А, блин, это же мы тут... Нет, мы тут не были. Мы тут не были. И опять этот дебил. Да что ж такое-то? Ладно, сейчас, чтобы мы его, кажется, тут не били по 150 раз. Сейчас мы взрывовика его быстро убьем. Давай, давай. Так, где он? Вот он. Да как он так быстро-то идет? Вот гад, а. Ну ладно. Как ты сыкло тупое. Перестань быстро исчезать. Тварина тупая. И вот я стреляю. Он тут должен быть. Вот тварь, а. Ну, блин, ну меня эти враги бесят. Я их увидеть не могу. Лучше так. Сука, блин, тупая. Враги тупые эти у меня. Так меня уже взбесили. Как следует, как говорится, да? Ну ладно. Наша задача тут сейчас не ныть, как баба. На базаре. А найти карточку-ключ. И где карточка-ключ? Нет, тут нету. Подожди, меня не... Меня не интересует, где ее нет. Нет, меня не интересует, где она есть. А вот, походу, и она. Вот она. Вся в крови. И шприц, спасибо. Спасибо, разработчик. Шприцы мне дал. Какая-то трава. Какой-то бомж лежит. Ну да ладно, не будем обращать внимания. Так. Сейчас мы перезарядим наш дробовик. И возьмем, соответственно, патроны. Ну что ж, возвращаемся. Сейчас будем открывать нашу дверь. Собственно, мне лично... Сначала такое замораживающее примерно. Мне она нравится. Потом сразу говорю, будет интереснее. Господи! Почему дверь сама открывается? Ааа! В общем, все, не будем... Обращать внимание на даунов. И просто бежим дальше, вперед. Потому что смысл нам тут всех убивать. Это нам... Патронов просто не напасешься. Так. Так, в чем у меня Себастин? Какой-то жидкости странной. Походу, он облился каким-то химикатом. И у нас тут... Рувик, мать его! Рувик. Только не Рувик. Я не терпеть не могу Рувика. Ну ладно. Он дрын. Так, не в этом дело. Все, бежим дальше. Так, какая-то тут аппаратура странная, да? Так, ну что, мы продолжаем. Что же у нас тут происходит, а? Интересно. Интересный момент. Тупо пустая стена. Интересно, зачем она здесь вообще нужна? Хм. И появился какой-то... Нет. Какие-то. Появились какие-то три квадратика. Я не понял. Нас что? Будут заставлять решать геометрию? Сука, я же ее не знаю. Ну ладно. Так. О, господи. Какой-то призрак. Ладно, зайдем. И привез дверь. Охренеть. Как? И тут, я помню, я проходил, тут была какая-то... Какая-то, в общем-то говоря, головоломка. Только не помню точно какая. Короче, тут нужно нажать на рычаг. О, прослушать. Использовать. Так, нажмем. Ну, допустим... Что они делают? Он что, дрогает, что ли, непонятно? Что за звуки? Ладно. Нажмем сюда. Сука, не угадал. Что же? Ну что же, попытка номер два у нас идет. Опять зайдем в этот квадратик и нажмем уже на другую, собственно говоря, кнопку. Ну, не угадал. Я помню, что я тут проходил. Тут либо на вторую кнопку нажимаешь, либо на первую. Оказывается, нужно было нажимать все-таки на вторую. Не угадал немножко. Ладно, Пашин, не суди меня, я играю первый раз. Ну, здесь точнее второй. Я не помню, что это за стоны? Что это за стоны? Вот он дрогает, сидит. Ну, ладно. Не суть. Так, ну, ладно, нажмем на вторую. И смотри. Вот. Вот так должно быть. Дверь сама открывается. Значит, я помню одно. Если мы тут нажали на вторую кнопку, то по всем остальным местам мы нажимаем на первую кнопку. То есть здесь. Другой призрак. И опять дверь активировалась, да? Интересно, такая музыка играет, да? В общем, да. Что это за звуки? Господи! Господи! Нажимай! Главное, тут мы нажимаем просто на первую кнопку. И... Да. Всё, выходим отсюда. Здесь само по себе. Здесь само по себе открывается. Ну, ладно, у нас ещё один квадратик впереди. Посмотрим его. И ещё один призрак, который заснул. Вот так же сижу я на уроках, кстати. Вот так же. Я сижу на уроках в школе. Такой вот в позе. И призрак опять исчез. И появился труп. Ну как? Ну, здесь был же обычный... Вот здесь стоял обычный же стол, да? Обычный круглый стол. И сидел на нём какой-то призрак. И тут появился резко... Койка такая и труп. И что это за детский плач? Плач какой-то маленькой девочки, наверное, не знаю. Нет, плач не маленькой девочки, скорее, а женщины какой-то. Женский плач. Ну, может быть, ишь, девочки. Я не отрицаю. Я не отрицаю, что, может быть, плач девочке. Ладно. Нажмём на первую кнопку. Не плач, девочка. Купят тебе мама и папа кто-то опять. Купят. Не волнуйся. И мощный пока тоже купят. А не как у меня. Так. Видишь, сразу перестал плакать. Я её утешил. Так. И тут у нас появляется какое-то странное... Странные участки крови со всех комнат. Мне это начинает как-то странно... Не нравится! Что это? Ребят, я недовижу хоррор. Я недовижу хоррор, ребят. Мальчик. Спаси меня. Я боюсь. Ёпта. Ха-ха-ха-ха. Я сейчас реально чуть не обоссался от таких резких криков. Что это было? Как будто какой-то крипи кричал. Оттирилась дверь, что я боюсь как-то входить вообще, да? Блин, ёпта. Ха-ха-ха. Чуть не обострался от страха. Просто извини меня, мальчик. Ха-ха-ха-ха. Ёпта и мать. Если нас сейчас не убьют... Не появится многорукая няшка, я сейчас... Надеюсь. У нас ролик. Смотрим. А я пока побоюсь в другом месте. Благодарю Богу, что ты в порядке. Я не знаю, кто я. Я не знаю, кто я. Но это не нормально. Ты привезла меня сюда? А я не знаю, кто я. Господи. Что случилось? Моя головка чувствует... Как... Ты слышишь? Ну что же, да, нашли мы все-таки Джосефа, давайте мы его вылечим. Да, нашли мы Джосефа, но опять же в подсознании у Себастина. Вот такие вот дела, да. Нашли мы его и в каком-то он плохом состоянии. То есть он был в какой-то капсуле, скорее всего это и есть тот самый Стэм, но опять же он в подсознании, как я уже говорил ранее. Так, сейчас включим фонарик, узнаем, что у нас тут вообще есть. Ладно, Джосеф, давай, иди с нами. Ну что же, Джосефа мы нашли, осталось найти Кидман, вот ее освободить, сразу скажу, будет намного сложнее. Ну ладно, не будем вдаваться в подробности. Так, управление, так, информация, да. Поджечь можно. А, ну это не надо поджигать, да. Ничего не видно. О. О. Подожгу тебя, паренек, с удовольствием. Так. Пусто. Патроны. Но у нас все заполнено. Давайте нам хотя бы баночку, что ли. Вот. Молодцы разработчики. Просто читайте мои мысли. Тоже читайте мои мысли. Господи. А, а, а. Ты что, дурак, что ли, так пугать, епта? Дебил какой-то, меня так испугал. Пипец, да? Охренеть. Фу, и сейчас же я восстановился, потому что видел баночку. Ну да ладно, все, обычная комната с обычными полезными предметами. Идем дальше. Сейчас мы сделаем одну махинацию. Так, появляются у нас враги. Мы просто делаем вот так. Ты, ты, эй, эй, эй. Джозеф, не глупи. Не глупи, Джозеф. Мы просто... Давай, давай. Давай, сука, иди сюда, гори. Жестким пламенем. Ватик, горите, суки. Горите, мать вашу. Да, жё. Вот, другое дело. То есть, как говорится, оптом. Оптом всех. Вот для чего и тут бензин-то... Налили. Специально для нас. Молодцы разработчики. Хвалю. Мне кажется, я догадаюсь так сделать. Я первый раз тоже не догадался. Потому что был дрыщом. Так, подожди. Какая-то обычная палата. И у нас уже нет патронов. Ну да. Мы же на этих идиотов выстратили. Тут какая-то обычная бочка, которую можно так напинать. Ну чё, Джозеф, давай футбик поиграем. Чё, давай футбик. Ты ловишь, ладно? Давай, всё. Ты... Чё такой косой, что ли, блин? Давай. Отбивай. Хочешь, я тебе гол забью? Смотри. Гол! Нет, не гол. Штанга. А теперь гол. Гол, всё. Да никакой... Всё. Точно гол. Как дрыщ стоишь какой-то. Ничего, не ловишь никакие мечи. Ну да ладно. Ещё одна дверь. Так, что у нас здесь? Надеюсь, нет на руку няшки. Потому что я её... Я её очень боюсь. Так, используем шприц. Господи! Что это? А-а-а! А-а-а! Давай! Подыхай! Я его уже убил. Я молодец. И ты, Джозеф, тоже. Так как ты мне помог. Так у нас тут... Баночка. Сейчас до сохранения дойдём и Будя. Потому что записываем мы уже по посчётам 25 чем-то минут. Так, и что у нас тут? А, ну мы отсюда, в принципе-то и вышли, да? То есть у нас сейчас одна дорога вверх. Ой, вверх, блин. Вниз, то есть. Так, тут света нет. Сейчас включу. Блин. Что-то я наоборот его выключил. Окей, идём вниз. И что мы видим? Ничего. Опять эти тупые мерцания пыль. Какой-то ролик. Интересно. Кто-то заминировал дверь. Ну, так как Джозеф у нас мозг, он сможет её обезвредить. Все мины на дверях, чтобы мы смогли спокойно пройти. Давай, Джозеф, на тебя вся надежда. Подобная дверь была похожая в этом. В Resident Evil 2. Димыч знает. Похожая была дверь в Resident Evil 2, помнишь? Похожая. Только там не мины были, а эти фигурки шахматные нужно было вставить, да? Четыре найти. Так. И у нас здесь ролик. Интересно. Что это? Что это? Я думал, это было что-то электроническое. Что это? Что это? Ирина, Ирина, Ирина. Ирина, Ирина, Ирина. Ирина, 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 Ирина. Так, ну ладно, идём дальше. Вот она, дверь. О, у нас тут какая-то лестница. Ну давай залезем. Джозеф, не отставай. А то мало ли. Смотри, выздоравливай. А то я за тебя боюсь, потому что я Алиэн Сити прошёл. Там Фил, конечно, тоже себя так чувствовал плохо. Это что-нибудь таким. Хотя он сейчас на пенсии, но тем не менее. Так, у нас тут Какое-то странное место. Так, очень подозрительно тихо. А, и почему мы не можем, интересно, взять? О, можем взять. Хм. Тоже интересно. У нас впереди, собственно говоря, сохранение. И спички. Патроны. Добавилки. Не, у нас всё есть. Максимум можно 10 положить. Ну, мы сейчас сохранимся. Добрать. Что подобрать? Ух ты, какой-то фрагмент. Интересно, фрагмент какой-то. Ну окей, всё. В общем, направляемся к сохранению. Только я его почему-то не... А, нет, вот. Стекло задрожало. Всё, сейчас сохранимся. Что? Что ты, что ты знал? Что ты знал, Себастьян? Я что-то не понял. Ну окей. Так, ну что? Здесь вещь есть, давай что-то прокачаем, что ли, не знаю. Так, это можно прокачать. Максимальное время ускорения. У нас уже ни на что не хватит. Максимум только на жвачку хватит. И то до собой дешёвую. Которую бомж высорит. Ну ладно, несу. Так, ну всё, теперь сохраняемся. Мальчик. В глубинах. И точнее в пациентах. И так, всё. Ну что же, а на этом всё, мальчик. На этом я думаю, может, можно завершить, потому что уже идёт видео где-то 31 минуту с чем-то. И чтоб тебя не занимать. На этом всё. Ну что же, это была игра The Evil Within. С тобой был я, Кирилл. И с тобой, Димыч Андреевич, если вообще смотришь это видео. The Evil Within, третий сезон, первая серия. В глубинах. Ну и ещё мы эпизод этот не прошли. Но пройдём его в следующей серии сериала The Evil Within. Ну что же, удачи вам, мальчики вы мои. И пока. Увидимся в следующей серии. И не забудьте мысленно мне поставить лайк. И подписаться на канал. А, ну это уже не надо.